Привет, мои хорошие! С вами Селена Свей, и сегодня будет необычное видео во всех смыслах. Видео это я снимала уже давно. Это видео будет про то, что в моей сумке, а точнее, что в моём рюкзаке. Только не пугайтесь, я вас прошу. Что в нём? Потому что я ничего не подготавливала, специально ничего туда не ложила. Вот я реально пришла. То, что я взяла с собой, больше туда ничего не ложила. Вот просто вот. Тяжеловато на самом деле. И ещё это видео я снимаю не одна. Наконец-таки, наконец-таки мы списались вместе с Мира One. Это тоже наш ростовский блогер. Кстати, она красавица. И красивой может стать любой, особенно если у кого-то есть проблемы с лицом, проблемы с акне. Потому что она на своём канале рассказывает очень полезную вещь. Можете посмотреть и вообще, то есть вы можете реально избавиться от этой проблемы. Потому что человек, у неё было акне третьей степени. Она задалась целью избавиться от этого недуга такого, да. И всё, что она делала, всё, что она делала, она всё выкладывала на свой канал. Это вот одни из популярных её видео. Я думаю, что ни одному человеку она уже помогла. И сами увидите, она очень красивая девочка. То есть вообще ухаживает за собой, всё рассказывает. Причём советы дают не только, то есть она с головы берёт, да. У неё постоянно какие-то профессионалы, врачи. Ну, посмотрите, да, вот коротенькое видео, как она выглядит сейчас, да. И вот можете посмотреть, что у неё было. То есть она большая молодец. И большая молодец в том, что она всё это рассказывает вам. Ну, и, конечно же, она ростовский блогер. Ростов-Ростов рулит, и мне приятно снимать здесь с девочками с Ростова. Вот, поэтому она снимает, что в её сумке, я снимаю, что в моём рюкзаке. И потом мы пойдём и посмотрим, потому что мне очень любопытно. Чё же она носит? Чё вот такая красотка, как мира, носит в своей сумке? Ну, а мы поехали, да, Денька? Итак, вот такой рюкзак. Уже пора, наверное, менять. Хотя он мне нравится, он удобный и очень классный. Вот просто открываю, и давайте начнём с внутреннего карманчика. Честно говорю, я с собой ношу мусор. Ну, вот просто как есть, да. Я, кстати, оставлю в конце видео вот эти ссылочки. Я оставлю вам на предыдущую, что в моей сумке. Только сразу говорю, что там без цензуры. Там с матом я запикивала, но только так запикивала очень плохо. Ну, в общем, вот такая, например, вещь у меня в сумке, да. Ну, это как бы вот, ну что это? Это кусочек салфеточки. Я не знаю, он пригодится как-то или нет. И давайте, как в прошлом видео, мне очень нравится. Вот просто мы разбираем сумку и мы просто мусор выкидываем. Выкидываем. Не надо нам ничего этого, да. Вот деньги просто. Я все забывала, что там лишние 100 рублей. Обычно у меня все деньги в кошельке, а тут вот... Мы крутые. Далековато, брость. Что-то не найду еще. Недавно малой нашел у меня полтинник. Иди в рот тянет. Я, э-э-э, куда ты? Деньги не едят. Потом карта Ривгош. Все, никак не могу бросить ее в кошелек. Потом две помады вот такие. Вот эта помада вообще очень классная. Эйвоновская матовая помада. Я ее ношу с собой. Она очень классная. Хоть несмотря на то, что вот такой вот цвет. Пахнет она безумно. Ванилечкой. Чем-то вкусным-вкусным. Цвет у нее какой-то здесь не написан. В общем, не важно, если будет очень сильно интересно. И вот Nuskin. Это американская компания. Они мне присылали. Здесь 15 SPF. Очень хорошо. И она тоже пахнет духами. Нереально. Тоже я с собой ношу. Вот, кстати, я перед этой помадой вот... Это не помада даже, а тот самый хайлайтер. Помните, когда я дневной наносила? Это не хайлайтер, а румяна. Короче, универсальная штука. Я нанесла еще на губы. В общем, вот это я ношу с собой. Дальше. Чек. Я не знаю, какой летней давности этот чек на... На сколько? 39 рублей. Стандартная марка. Самоклейка. А, это я отправляла кому-то что-то марки покупала. Вот это штука, 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 штука. Какой-то товарный чек вообще. Че? Ни чек. Гарантийный талон. На че? Даже не хочу тратить время читать. Так, это в маленьком кармашке. Дальше кармашек побольше. Такой, как косметичка, да? Знаете, как бы... Мусор. Мусор. Я же говорю, я не привираю. Ну, конечно же, помада от Пик Косметикс. Это матовая помада, стойкая. И с другой стороны бальзам, если вдруг захотите увлажнить или поменять образ, да? Вот я ношу с собой вот эту. Такая бежевенькая. Натуральный вообще цвет. Классненький. Чейки тоже какие-то. Чейки 300-летней давности. Я не знаю даже. Ну, это вот я жвачку сегодня ела. Как бы мусор. Все в сумку, конечно. А что я буду как бы разбрасывать? Нет, я не такая. И вот. Вот, вот, вот. Жвачки. Вот эти мне очень нравятся. Они еще вкусные. Смотрите, тоже жвачки. А это все здесь почему? Обычно это все в машине. А все потому, что нет машины. Тихо. Бэкхам. Бэдхам. А, это, это, это тоже надо выбросить. Это там, ну, как бы... Иногда на некоторые вещи я считаю, что вообще не стоит тратить внимание, а получается так, что а, это вы поняли, это вы поняли, это вы поняли, вот и все, что в моей сумке. Я не хочу, чтобы было такое видео, поэтому здесь у меня трек номера, которые на почту я с ними ходила. Но это было давно. А бумажка до сих пор у меня. Вот это что такое? Это что такое? Это USB, но для чего и от чего? Я не знаю. Чего он идет в моей сумке? Ну, зарядка, как бы, она должна быть тогда в розетку или скачивать с телефона на... Это вообще непонятно, для чего оно мне нужно, даже если это скачивать с телефона на компьютер. Я ничего не скачиваю. В общем, бумаги какие-то, документы, какой-то определение, это протокол в суд, какой-то чек. Это что такое? Это тоже из ДТП. Короче, можно я вот это сложу, как бы не буду мусор тут наводить, такой сильно. Все, дальше. Основная часть всего приходится на мой бедный кошелек. Он, видите, он даже не закрывается. Это мой Луи Виттон, да, мой любимый, дорогой. Здесь вот у меня теперь паспорт с обложечкой лежит, вот такой крутой. Тата, который подарила. Здесь вот у меня, да, вот карты все мои. Бардак. В кошельке тоже бардак. Вы не думайте, я не человек-бардак? Хотя нет, думайте. У меня и в голове хаос, и вокруг хаос. Я творческий человек, а у творческих людей везде должен быть хаос. Ну, не то, чтобы должен. Он как-то само собой получается. В кошельке хотите знать, сколько у меня денег в кошельке? 650. И куча, куча. Вот чё это? Чё это? Вот это всё реально вот так вот взять, вот так и в помойку выйти. Даже я не хочу разбирать. Это чеки, всякие чеки, чеки-чеки. Так, 650 рублей. 10 евро. 2100. Ещё плюс к тем. Ну и всё. Основные деньги у меня на карте, естественно. Здесь у меня всё. У меня вот эта вот штука. Так. Права. Вот они. И вот ещё чеки. Вот, видите, вот видите. Карта. Ревгош-карта. Прикиньте, я её искала. Ну, конечно, в таком хаузе. Разве найдёшь? И мне дали новую ревгош-карту. Там у меня теперь двери в гош-карте. Я не могла найти, реально перерыла всё. Я говорю, давайте делайте, я не найду. Мне больше негде искать. Она либо у меня в кошельке в сумке, либо больше нигде. Ну и понятное дело, да, что... Вот уже, вот уже. Это в кошельке, блин, я достала. Я, может, хоть приберусь благодаря вам в кошельке. Ну и всё. И карты скидочные. Ну, ещё вот у меня здесь доллары. 50 долларов у меня. Ну, знаете, это на всякий случай. Вот 65 долларов. Если вдруг, вот знаете... То есть я жила так раньше. Я могла случайно оказаться вообще где угодно. То есть я могла выйти из дома и оказаться где-нибудь за границей. И то доллары очень нужны. Сейчас, конечно, такого не случится. Как я могу оказаться за границей, когда малыш мой тут со мной всегда? От Леовид я ношу, видите, киселёк с собой и супюре куриное. Если вдруг я захочу неимоверно жрать. Ещё вот здесь сам держит бутылочку, да? Давай, сыночка, пей. Вот здесь тоже карты. У меня очень много карт скидочных, дисконтных всяких. Вот они ещё, карты вот здесь. И ещё пачка вот здесь. Вот она. Вот она, пачка вот здесь. Ну и ещё в кошельке, да? Это не самые, которыми я пользуюсь. Все эти штуки я, кстати, брала в фикс прайсе. Редко я их достаю, так что в крутых местах особо сильно не позорюсь. Ну что, у меня не кожаные, не из питона вот эти штуки. Так, что ещё? Карта вот у меня такая ещё тут есть. Санстудия. Она вообще не скидочная. Чисто просто карта, я не знаю. Волосы вот тут накладные. Я экспериментировала там с покраской. Телефоны. Но вообще телефоны я не ношу. Это я сейчас домой забегала и бросила. Телефоны всегда в кармане у меня. Телефоны и... Телефоны и то, на чё я снимаю, да? Как эта штука называется? Ну, это штука, на которую я снимала. Мой словарный запах. Оставляю желать лучшего. Чай очищающий комплекс. Если я ведь тоже на всех случаях руки пить захочу очень сильно. И тысячу разных помад. Это у меня помада от Faberlic. Она увеличивает губы. Это у меня от Maybelline. Знаете, почему у меня так много помад всяких разных? Да потому что я всё время их не могу найти. И всё время беру свежие, свежие, свежие. А вот сейчас разбирала, мне кажется, 4 помады гигиенические. Вот это у нас Jamalone. Короче, духи, которые нам дарили. И вот ещё вот такая яркая помада матовая тоже. Тоже от Peak Cosmetics. Я, кстати, ссылки оставлю на Peak Cosmetics помады. Они классные. Так, так. Ну, чё ещё? Ну, ещё немного мусора как бы тут реально, которые не стоят вашего внимания. Ещё один чаёк. Ну, да-да-да-да-да. А, бортмос уходит. Это вот не надо вообще показывать даже. Ещё один суп-пюре куриный. Это если я очень сильно проголодаюсь. Ну и чеки. И вообще мне нравится, когда я разбираю. Мне очень нравится, что в прошлом видео, что в этом. Давайте скажем, нет мусору. Мам, ты в шоке? Кто же будет всё это убирать? Зато сыне нравится, да? Жалочка моя, вот. Знаешь, когда ты будешь уже показываться у меня в видосах, будешь лазить по всему этому мусору и также со мной разбрасываться. Мы будем веселиться с моим сыном. Вот. В общем, я была рада снять для вас видео. Я не знаю, если Мира посмотрит это видео, что она скажет. Скажет, боже, с кем я снимаю видео? С какой-то сумасшедшей бабой, которой 30 лет у неё ребёнок, и она мусор раскидывает в видео. Ну, короче, я такая. Я немножко шебутная. Бабулька. Да, как это? Я буду шебутной бабулькой. Ладно. Главное... Знаете, есть песня. Главное, чтобы понравилось моей маме. Вот мама сидит, улыбается, да? Сына визжит. Как просто радость, и нет предела. Мама кидается чеками. Мама кидается мусором. Ну и всё, больше... А вот такая резинка ещё у меня. Всё. Чисто плута. Ну, теперь вы знаете, что я ношу с собой сумки. И если кто-то спросит, что Селена, интересно, носит с собой в сумке, вы можете в комментариях смело писать, она носит с собой мусор. Так, в общем... Но нет, нет. Носила мусор. Сейчас я всё сложу. Всё, вычёт. Всё, мои хорошие, проходим к мире. Наверняка она мусор не носит с собой. Это чисто я уникальный человек. Она наверняка носит интересные и полезные вещи, поэтому я бегу лично к ней. Ссылочка на её видео внизу. Всё, мои хорошие, я с вами прощаюсь. Бежим к мире. И я вас целую. До следующего видео. Пока-пока. Кому было весело, интересно, или прикольно, или вообще, я не знаю, просто ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Я вас люблю. Ты вот это будешь выбрасывать. Ты хоть пересмотри бумаги что-то, а то, может, что нужно ещё будет. Да, конечно, я пересмотрю. Блин. Надо убираться. Это зря я всё раскидала, да? Ещё полтос, которым малой, но вот, да. Собери в сумку, вот нужное всё, поскладывай. Да хоть порядок на виду. Слушай, я обожаю такие видосы снимать, потому что рум-тур снимаешь, ты в доме всё убираешь. Сумку снимаешь, ты в ней хоть порядок наведёшь. А то всё хожу, и руки не дойдут. А тут, смотри, приятное с полезным. Так, всё. У меня в сумке тоже много чего на всякий случай. Ну, сейчас я уже меньше ношу, молодая была эта. Ну, мусор, это не на всякий случай. У меня вся косметика, она всегда в сумке была. На случай, если где-нибудь за границей окажешься случайно. Да, как я. Ну, бывает она такая вот тяжёлая, реально, думаю, блин, что-то надо это самое. У меня там бутылочка пол-литровая с водой. Тоже там весь дом носишь, да? Да. Я ещё, подожди, забыла сказать, вот салфетки, да, за всем мусором даже салфетки не нашла. И вот, смотрите, правда, я всё убрала. Вот в моей сумке теперь всё самое важное, чтобы вы не думали, что я весь этот мусор обратно сложила потом. Нет, я не такая. И что-то я хотела сказать. Всё, я просто хотела сказать, что мусора больше нет в сумке. Что я молодец. Хотела сказать, что всё равно я положила в сумку все эти помады, которые были, потому что чем больше помад в сумке, тем быстрее их можно найти. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!